Это топливные насосы высокого давления, продукция Алтайского завода прецизионных изделий, без преувеличения флагмана современной алтайской промышленности. Предприятие достойно закончило сложный 2020 год. Именно поэтому на его базе провели заседание Регионального союза промышленников, обсудили итоги минувшего года и планы на 2021. Заводу есть чем гордиться. В 2020-м более 6,5 тысяч грузовых автомобилей на конвейере КамАЗа оборудованы топливной аппаратурой Алтай Коман Рейл, разработанной и изготовленной в Барнауле. Предприятие вплотную подошло к уровню конкуренции с ведущими мировыми производителями – Бош, Денса и другими. А в пандемию здесь даже смогли увеличить объем продаж. Год мы закончили с плюсом продажи 136%, плюсом 36% к предыдущему году. И планы, соответственно, этот год примерно такие же. Ну вот если взять январь к январю, то у нас 26% плюсом. В целом для промышленности Алтайского края прошлый год стал серьезным испытанием. Еще в марте Союз промышленников обратился в правительство региона с просьбой не вводить для предприятий полный локдаун. Власти пошли навстречу, и это дало возможность минимизировать потери. Индекс промышленного производства – 99,9%. По сравнению с российским индексом – Россия – 97,1%, Сибирский федеральный округ – 95,6%. Свою роль в сохранении объемов продаж и выпуска продукции сыграли и меры государственной поддержки. В минувшем году ее объем увеличился почти втрое. Было получено всех форм поддержки на сумму 1,3 миллиарда рублей. Для сравнения, годом ранее, в 2019 году, эта сумма составляла всего лишь 480 миллионов рублей. Значит, о чем речь? Здесь не только субсидий в 1,3 миллиарда входят, но и входят льготные, достаточно длинные кредиты Фонда развития Алтайского края и Фонда развития промышленности Российской Федерации. Статистика по разным отраслям промышленности неоднородна. Так, производство железнодорожных вагонов в прошлом году по всей стране снизилось почти на треть. В то же время новоалтайский «Алтайвагон» уже заключил контракт на поставку 2,5 тысяч вагонов по заказу государственной транспортной лизинговой компании. Производители косметических средств смогли серьезно нарастить производство благодаря высокому спросу на антисептики. В целом, промышленники с оптимизмом смотрят в будущее. Прошедший год многому их научил и закалил для предстоящих свершений. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Новости.